что касается вишневой мухи, то есть мы тоже все понимаем, что на вишневой мухе у нас один практически самый главный вредитель, если только мы, кто-то занимается черешней еще после уборки урожая, как мы привыкли, обработки перестаем делать, потому что черешню уже убрали, садняк по уши у нас там, там начинают развиваться клещи, потому что вот эти туркестанские, да, и садовые пауки, но у них еще есть как бы часть популяции могут, так сказать, подпитаться на сонной растительности, потом оно не скапливается и переходит на культурное растение, то есть все равно, и потом появляется минирующее море, вот очень часто на косточках культурах после уборки рассыпляются минирующее море, причем для такого количества, что когда идет падение, ну, листопадает, то есть если вы увидели на листе, ну, критичный бывает, когда упало, ну, поражено больше 10% листьев, то есть если там 3-5 листьев, процентов листвы, можете ничего не делать, потому что это не окажется доносного влияния ни на что, то есть вот пороговым числом является там 10-12% листового характера, если у вас больше чем 3 мин на лист получается, этот лист уходет обязательно, потому что они когда питаются, приблизают вот эти мелкие жилки, которые тянутся, так сказать, в черешку и там дальше, при большом количестве листья падают, то есть там банально даже вы можете применить здесь с тем, что уже плодов нет, косморганический препарат, любой, который, вот чем эту тоненькую плёточку, которая есть, он обязательно туда проникнет, эту гусеночку он убьет, то есть, причем не дожидайтесь, куда у вас уже начинается, ну, как бы, вот это место, где она питается, она начинает коричневеть, потому что понятно, что там уже идёт микроз тканя, этого не дожидайтесь, как только вы увидели первые свежие мины, сделайте обработку, то есть это на самом деле помогает очень хорошо, если большая численность обработки, мы делаем с отвалом 10 дней или 2 обработки сканами, там вы тоже, как бы, можете, ну, применить любой-другой препарат, теперь, что касается мухи, вы считаете все, ну, как бы, как мы считаем муху, да, мы можем поместить ловушки там всякие разные всевозможные, если сидящие здесь похвастаются, что кто-то в ловушку ловил там 5 мух, когда-нибудь в своей жизни, то я скажу, что вы просто счастливчики, игрой молодцы, какую ловушку, что всегда дают там, особенно компания, которая привозит, да, препараты, если мы закладываем какие-то опыты, привозят всевозможные ловушки, круглые такие, вытянутые, жёлтые, красивые, и бумагу мы красили, жёлтой краской клевую, так сказать, всё это, ничего не помогает, ничего не летит, вот ни одна муха не пострадала, там, где-то написано, ни одна муха не пострадала, когда имени директора говорят, ну, как хозяева говорят, ну, уже нету ведь, о чём будем обрабатывать, я говорю, откуда тогда берутся червячки, извините, в ягодах, да, то есть, когда вы берете эту уборку, вы охлаждаете эти плоды, и у вас прямо усыпется с поддона, то есть, приехал человек, грузитель покупает, а там прямо такой слой, вы поднимаете ящики, а там слой червячков лежит, то есть, откуда они есть, у вас нет, не думают, то есть, они есть всегда, смотрите, то есть, варианты какие, первое, что вы можете сделать, это рядом, в ближайшем месте литератации, вот фиксируйте температуру почвы, вы знаете, да, на глубине 5 сантиметров, когда накопилась температура, там, 190 в одной зоне, считается, там, веса степи, в степи, там, 200, там, по-моему, 10-2014 градусов, начинается вылет её, и она там должна, дней 10, пока они говорят, полетать, потом она там будет откладывать яйца и так далее, то есть, вот, то же самое, что касается, я была на протажёрке, то, что с южной стороны вылетит быстрее, то, что с северной, вот, не дожигайтесь, ровно там 190, и на 10-й день вы пошли делать обработку, получили вы 190 градусов, максимум 5 дней вы подождали, вот это максимум ваш зазор, и вы делаете обработку препаратом, который вы там выбрали для себя, для мухи, то есть, у нас их тоже не очень, не так много, они есть и послорорганические, если в крайнем случае, там, вы поставили первую обработку послорорганика, это, кстати, обратите внимание, то, что регуляторы роста насекомых, куда относятся, в том числе и ременов, они обладают, там написано, и диптера, да, уже написано диптером, для него, то есть, вот, никто, кстати, мы, как всех не уговариваю, что-то никто не хочет попробовать поставить где-то в обработку регулятор роста, то есть, если это есть, компания гарантирует, что этот продукт работает на двухрылых насекомых, то давайте, может, когда-то попробуем, заложим могут и на мухи, вот, или хотя бы, если дома у вас есть черешня, которую мне очень жалко, то есть, давайте попробуем, потому что, на самом деле, это же продукты, которые позволяют, ну, как бы, как это, стерилизовать насекомых, то есть, оно, я, это откладываю, но червячки, как минимум, не появляются, то есть, если вы после этого, там, у вас будет сухая погода, если вы нормально кормите эту черешню, то, может быть, она и гибель будет от этого прокола, вот, то есть, мы, ну, то есть, это, на самом деле, наверное, какой-то есть рычажок в этом механизме, но что-то никто пока не прислушался к моим словам, ну, ладно, пусть это будет контакт кишечного действия, на поздних сортах у нас получается три обработки на сортах раннего сухосозревания, одна там бывает или две обработки, но, тем не менее, вот, три обработки мы за себе запихиваем туда систему, по вот таким признакам, вы знаете, я всегда говорю, это работает, вот у меня из хозяйства которые реально работают, мы, мы цепляемся за этот признак, когда акация, у нас есть акация в посадках, когда акация уже выбрасывала кисти, и кисть начинает вот белеть, то есть, никогда она уже распустилась прямо вот такая, там уже пчелы так роятся, то есть, белеет кисть, вот первый там цветок пытается где-то раскрыться, вот этот срок, когда начинается обработка по мухе, причем она по годам бывает так, что она, ну, как бы, мигрирует, это бывает 15 мая, 17 мая, то есть, вот это крутится возле срока 15 мая, плюс-минус, причем мы замечали, что, скажем, вот когда еще, ну, я моталась туда-сюда, ну, я и так мотаюсь, то скажем, в Крыму, вот так чуть попозднее, потому что там, ну, вот этот, ну, весенний период, он немножко холоднее, потом мы нагоняем, вот так сказать, летний период, это будет, скажем, 17 мая, срока 15 мая, и мне огромному говорят, подождите, там же вроде как еще ничего вот не подтянулось, я говорю, вы знаете, вот как бы мы работаем, и это четко совпадает, то есть, давайте не будем, потому что в литературе об этом тоже пишут, цветение акации, цветение подсветения бояршника, то есть, бояршник зацепляется в этот момент, кстати, по парше тоже подсветение акации, вот первая обработка, то есть, если не работает регуляторами роста, а пытается работать под гусеницу, то вот это, цветение акации, это тоже ну, фиксирование, ну, выхода гусениц, первая гусеница, от рождения гусениц явно на продажерке. Кто занимается виноградом, а её первую обработку, если вы не делаете тут ранней весенней попочки, когда она распускается во зимущей пазе, то первый выброс медиальный спор тоже фиксируется вот, ну, цветение акации. То есть, вот, вы сделали первую обработку, остальные с интервалом 80 дней, в зависимости от того, кого вот четко срабатывает эта система вот на самом деле если нет цеплялись под температуру 190 градусов и через только не тяните там какая-то не вылетели потом летали потом как-то не там облетываясь через 5 день после 190 градусов делайте обратно вот и все больше тонкости там наверняка какие-то есть я говорю что но я вот муку нам удалось увидеть только но я видела и у меня на фотографии на такая сидит там красиво на ягоде вот черешни агроном надевает желтую футболку и приходит в сад когда тихие вечера когда уже начинает такая сумеречная погода но и что-то сказать ярко солнце скажем 6 7 часов вечера он становится в черешневой саду стоит тихо стоит и они просто они должны лететь на желтый цвет потому что у них есть этот потребность к желтому цвету но вот тогда среди вот этой кроны он видит как летают других вариантов отлова у меня не было ни разу сколько я там не билась в стерике чем обрабатывать ну кто любит себя и и и людей которые окружают его последнюю обработку я мы ну я всегда рекомендую один раз это все равно сработало а потом все понимают что какое-то дорого есть такой препарат компании сингента спинтор вот если они его не похоронили полностью так сказать ну теперь да 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 это был до образца потом перекупила сингента потом теперь вернулась опять до образца по моему возвращается то есть это понимает он есть больше на самом деле вот из продуктов биологического ну как бы направление да это самый эффективный продукт срок защитного действия препаратов такой же как ну близкий к химическим продуктам единственное что у него немаленькая норма расхода там до 0 405 килограмм на гектар получается он хорошо работает по всем насекомым и он из вредителей он не берет только клеща то есть он берет чешуек жестокрылых там двукрылых и так далее его в теплицах очень многие ставят под белокрылки там и так далее по комарику в этом кто занимается грибами вот этот комарик уничтожает он работает идеально колорадского жука после того как вы его там испытывали вы регистрировали мои родители еще долго травили очень хорошо получалось темным расходы как у всех вот этих и парадов почему-то на каратского глазука самая маленькая она плодожорку под 0 4 он конечно получается примерно по словам плодожорки работают очень хорошо где-то 045 у него получается это практически наверно на уровне гимилина в том пассане на уровне гимилина получается но тем не менее это безопасный продукт есть еще один продукт который называют картофит украинское производство зоопром вид просто паста чего делает там норма у него два но реально лучше стоит 3 потому что у него очень маленький срок защитного действия пожаре он на работе корпусности насладается но он тоже безопасно последнюю обработку вот его ставят у нас там в зоне там ну а так работает фосфорогамика честно скажу очень стыдно причем даже я когда прихожу в сад и так крученка у меня тянется в черешни у меня огромного то вы чего может не помните что ли мы же позавчера обрабатывали я туда уже теперь конечно помню но я так помню ну тогда уж лучше не никотиной тогда лучше не никотиной да то есть это тоже будет работать но единственное что послорограника конец жестко дешево да то есть работа есть то есть там задача какая либо как бы момент когда вот сама муха так сказать летает ее как-то либо тогда убрать отложенное яйцо так сказать которое надо чтобы дотянуло внутрь тогда нет ни никотина это в этом плане наверно даже подачки хотя они может быть не самые там по мухам и в козырные да то есть но тем не менее начну и что если у меня там не нам думал что у вас не сто процентов подозреваемый плодок даже если вы ничего не делаете поэтому вот так у у у у у у